Ура, товарищи! Долгие месяцы перемирия подошли к концу. Повелители империи Тундра не утерпели и начали войну против западных рубежей. Танки и пехота кишмя кишат у границы. Артиллерийская канонада слышна на многие километры. Разумеется, уже есть жертвы и немалые. Но вы не дрогните перед лицом грозного супостата, а достойно встретите его шквальным огнем пулеметов и ковровыми бомбардировками. Тем более, что все средства для подобных акций у игроков в Battalion Wars непременно появятся. Начинать придется с малого, так как командование вам не очень-то доверяет. Несколько автоматчиков и легкий броневик – вот удел неопытного офицера. Но не надо отчаиваться. Докажите свой профессионализм в первых миссиях, и генералы это непременно оценят. И относиться станут соответственно. Выслать отряд гранатометчиков на подмогу – никаких проблем. Поддержать наступление парой танков и вертолетом – проще паренной репы. Главное, не тратьте подарки генштаба впустую. Помните, на войне у вас каждый человек и каждый патрон на счету. Кстати, не ждите от данного проекта слепого повторения идеи знаменитых Advance Wars. Вы имеете дело не с пошаговой стратегией, где почти всегда есть время подумать. В Battalion Wars приходится действовать быстро и четко, не отвлекаясь на мелочи вроде захвата зданий и производства боевой техники. Зазевались, упустили момент, долой хорошую оценку по итогам миссии. Это в лучшем случае. В худшем, нашими длительностью воспользуется противник, что грозит очень, очень большими неприятностями. Вообще недооценивать местный искусственный интеллект не стоит в любой ситуации. Он, конечно, не может похвастать особой гениальностью, но со своими задачами справляется. Из фланга способен обойти и численным превосходством козырнуть, да и оборону неплохо держит. А вот с вашими подчиненными дела обстоят не так хорошо. За ними надо следить денно и ночно, чтобы не натворили бед. Оставленный без присмотра отряд немедленно забудет последние распоряжения и отправится гулять по окрестным лесам в поисках приключений. Танки и джипы обязательно застрянут на ровном месте. Про авиацию вообще лучше не вспоминать. В то же время в Battalion Wars вас редко вынуждают лично возглавлять атаку. То есть никто не запрещает отдать приказ, а после отсиживаться в тылу, ожидая результатов. Загвоздка лишь в том, что результаты вряд ли будут очень уж обнадеживающими. Ведь, лишившись примера для подражания, бравые вояки, скорее всего, бесславно полягут под градом пуль. Еще одна сложность, связанная именно с техникой, заключается в управлении. Порой оно достаточно адекватно, но иногда начинается форменный кошмар, когда вы просто-напросто утрачиваете контроль над ситуацией. Каково это вы узнаете очень скоро. В одной из первых миссий вам прикажут захватить джип и затем прибыть на родную базу, минуя вражеские блокпосты. Условная трасса проложена среди холмов и изобилуют многочисленными поворотами. И не дай вам бог не вписаться хотя бы в один из них. Ваше транспортное средство начнет выделывать такие кульбиты, что голова пойдет кругом. Хвала небесам с пехотинцами таких проблем не возникает. Управлять ими куда проще. Опять же, камера не норовит так часто ускакать куда-нибудь в сторону. Жаль, скорости им не хватает. Пока доковыляют до пункта назначения, проходит целая вечность. Сюжетная кампания сравнительно невелика. Пройти ее при определенной сноровке удается часов за 8-10. Чтобы как-то продлить удовольствие, разработчики припрятали четыре бонусные миссии, но за них надо побороться. Другими словами, не сплоховать при выполнении основных заданий и получить как можно более высокие рейтинги. Рейтинги зависят от трех факторов. Самый важный из них – скорость. Кроме того, оцениваются потери ваших войск и урон, который понес противник. Если сумма баллов в итоге достигла отметки 90% и выше, принимайте поздравления. Впрочем, слишком надрываться не стоит. Все равно, кроме упомянутых уровней, авторы игры других приятных сюрпризов не предусмотрели. Визуально Battalion Wars смотрится на твердую четверку. На GameCube совершенно точно можно добиться и большего, но картинка на экране вполне ровная и аккуратная. На модели солдат технику и оборонительные сооружения потратили приличное количество полигонов. Над пейзажами, спецэффектами и анимацией тоже неплохо поработали. Хуже всего получились текстуры – однообразные и размазанные. Но на них как-то быстро перестаешь обращать внимание. Не до того. Отдельные похвалы заслуживают видеоролики и озвучка персонажей. Пусть сюжет получился шаблонным, смотреть сюжетные сценки и слушать реплики отдельных личностей – одно удовольствие. Вот царь Горги грозит западным рубежам всеми мыслимыми и немыслимыми карами. Вот маршал ново заигрывает с бригадиршей Бетти. Что уж говорить прохсильванцев – эдаких дальних потомков немецких кайзеров и дракулы в одном лице? Резюмируем. Баталион Ворс получилась веселой, увлекательной и в меру красивой игрой. Немного коротковатой и не идеальной в мелочах, временами чуточку однообразной и чересчур сложной, но тем не менее достойной внимания любого обладателя GameCube.